Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня у нас на честном обзоре СУ-76И. Что это за машина, сейчас поговорим отдельно и кто-то будет писать в комментариях и часто это делают по поводу того, что я снимаю обзоры на песок, а они не достойны того, чтобы на них обзоры снимать и не надо тратить на это абсолютно время. Ребят, я всем своим нутром протестую против шор, которые одевают нам именитые ютюберы, рассказывая нам по поводу того, что жизнь кипит на 8 и 10 уровне. Для тех, кто не знает, что такое шоры, объясняю. Шоры это специальные пластины, закрывающие лошадям обзор по бокам. Так вот, ребят, к чему говорю? Говорю к тому, что шоры, которые нам одевают, они мешают, они скрывают то, что есть еще что-то, кроме того, что нам обязательно должны втереть в глаза. Поэтому, ребят, не закрывайте свой кругозор, осматривая исключительно машины 8 и 10 уровня. Поверьте, в этой великолепной игре есть что-то больше, чем просто результативные машины, которые могут поддерживать вам стату, придерживаться определенного уровня по урону, либо по фарму серебра. Есть еще такое понятие, как фан и удовлетворение, и порой его встретишь на низких уровнях. Так что собой представляет СУ-76И? Это очень классная, бодрая, я бы сказал, не сильно веселая по подвижности, но крайне приятная машина на своем уровне. Она обладает довольно неплохим орудием. Да, очень большое время перезарядки, 12,5 секунд для третьего левела, это очень много. И урон у нее ДПМа не сильно большой, всего лишь 865. Время сведения большое и разброс довольно-таки большой. Но, ребята, имеют, в принципе, приемлемые показатели по уровню урона за один выстрел в 180 единиц. И угол склонения, который позволяет склонять орудие аж на 5 градусов. Ладно, вот это вот последнее, это уже была шутка, потому что действительно угол склонения отыгрывается не сильно приятно, но в целом практически незаметно. Почему? Сейчас будем обсуждать. Дело в том, что если вы обратите внимание на броню по данной машинке, то обратите внимание, насколько она бронирована. Хотите посмотреть на конкурентов? Вот вам, пожалуйста, Валентайн АТ, вот вам Мардер, вот вам Т-82, вот вам Реношка, вот вам ФЦМ-36 ПАК-40 и вот вам СУ-76. Понимаете, почему на этой машине комфортнее всего отыгрывать на третьем уровне, если хотите поиграть на ПТ? Она даже по бортам забронирована для своего уровня. Да, кто-то будет смеяться, 31 единица миллиметров, но все-таки, ребят, корма красного цвета и борта все-таки не картонные. Именно поэтому на данной машине комфортнее всего отыгрывать в боях на третьем уровне. Вот все претенденты на то, чтобы конкурировать с этой машиной. Если вы посмотрите внимательно, то все ПТшки на этом уровне, они являются коллекционными, проходных машин нет. Всего их 7. Одна из них Т-82, которая на сегодняшний день является запрещенной ПТшкой и навряд ли когда-либо вернется на круги своя в виде продажи, либо выиграть ее в каком-нибудь ивенте. Может быть она выпадет вам из какого-нибудь сундука и поверьте, вы сделаете правильно, если продавать ее не будете. Это действительно очень интересная машина и обзор на нее есть у меня на канале, ссылочка будет в пределах данного видео. Вот, короче говоря, 7 конкурентов. Если сравнивать СУ-76И с этими конкурентами, то вы обратите внимание, что самыми близкими к данной машине по ТТХ орудию подпадают именно ФЦМ-36 ПАК и СУ-76. Но, как я уже сказал, если мы возьмем нашего героя, то двое вот этих товарищей ни в какое сравнение не идут в отношении выживаемости. И именно в выживаемости основная фишка данной машины, поскольку все остальные машины, несмотря на то, что у них есть гораздо выше заявленный ДПМ, реализуют свой заявленный ДПМ гораздо тяжелее, потому что их быстрее разбирают. Именно живучесть данной машины является основным, я бы сказал так, плюсом, который выделяется на фоне других. А плюс к тому, обратите внимание на скорость данной машины. Помните, я говорил по поводу того, что она не сильно бодрая. Может, она не сильно бодрая по сравнению с какими-нибудь легкими танками, но если сравнивать конкретно с ПТшками, она реально лучше всех. Да, не сильно лучше, чем, допустим, вот этих двое товарищей, всего лишь на 2 км в час, но существенно преобладает над другими четырьмя. И это действительно еще одно ее достоинство. Что касается результатов доходности, фарм здесь будет не сильно высокий, да и, в принципе, как бы на третьем уровне мало на ком пофармить можно нормально. И да, безусловно, у того же ФЦМа показатель доходности выше аж на 10%. Но, ребят, поверьте, реализовать эту доходность гораздо удобней на СУ-76И. Я понимаю, что третий уровень это не про фарм, это просто про получение удовлетворения от игры на каких-то нестандартных машинах, либо просто проходные тачки, которые ведут вас по ветке вверх. И не более того, скорее всего, вы их даже не оставите. Но, ребят, факт остается фактом. Уж если и выбирать из всего уровня, то я бы ставку делал именно на СУ-76И, не считая Т-82, которого вы никогда не увидите в виде возможностей к его приобретению либо получению. Что касается процента побед, он говорит сам за себя. Да, безусловно, зеленым светится у нас Валентайн АТ, но, ребят, обратите внимание, 59,5 против 61. То есть, в принципе, ну, я бы сказал, ребята абсолютно рядом находятся. Все же остальные нервно курят в стороне. Вот так вот выглядит СУ-76И. И вот так она выглядит по сравнению со своими конкурентами. Так что же машина собой представляет реально в бою? Сейчас отправимся с вами в первую попавшуюся катку и попытаемся сделать что-то годное. Как я уже сказал, сейчас на продаже есть набор, который стоит 5,99. И свое мнение по поводу данного набора я уже успел высказать. И сказал, выгодно или не выгодно, и покупать или не покупать. К слову, хотелось бы отметить, что если вы, допустим, получите СУ-76И и все-таки решите ее продать, то за нее вы получите целую тысячу золота. Есть некоторые машины, которые, допустим, та же самая РУ-шка, ой, простите, РУ-шка, господи, РЕНО-шка. Они стоят всего 50 золотых монет. Здесь целая тысяча. И стоит ли проданную машину продавать ради косаря голды, опять-таки, выбор за вами. У меня, допустим, рука не поднимается, коллекционные машины, да и премиум наши машины, продавать. Не знаю почему, не нравится мне этот процесс, он меня крайне сильно удручает. Ехать сразу на передовую желания никакого нет. Несмотря на то, что подвижностью машины, заявленной 50 км в час, как максималка, разгоняется машина очень вяло. Но уже когда набрала свою максимальную скорость, передвигаетесь вы очень, довольно-таки, даже классно. Входите в повороты вполне комфортно, можете занимать какие-то позиции. Так, ну давай попробуем в тебя забросить. Точность по орудию очень приятная. Да, время перезарядки оставляет желать лучшего. Но, как вы видите, меня не пробили. И ничего удивительного в этом нет. И даже если будут пробивать, то для меня, с учетом запаса моей прочности, это не так уж и страшно. Потому что в ответку я даю тычку на 216. Тогда, когда получаю пробитие в районе 60. Короче говоря, ребят, отыгрывать на данной машине всегда реально в кайф. Я не знаю, как кому. Наверное, те ребятам, которые не ценят третий уровень, им подавай только восьмерку, допустим. Они меня не поймут. Но вот тем ребятам, которые любят зайти в песочные бои для того, чтобы просто пофаниться, повеселиться, и в этом, поверьте, вам эта машина однозначно зайдет. Так, поехали. Кини, едь сюда. Давай с тобой пободаемся немножко. Сейчас ты явно сюда приедешь. Я-то точно знаю, что ты спускался не просто так. Нет, не хочешь? Вот ты где. Так, это уже я косанул. Секунду, секунду, секунду. Ты только, главное, не слазь оттуда. Я больше чем уверен, что у меня получится тебя... Ну ладно. До меня тебя добрали. Поехали, скини, пободаемся. Время перезарядки действительно не очень приятное. И это стоит отметить, как справедливое замечание к качеству орудия на данной машине. И вот вам углы склонения, которые не позволяют нормально прицелиться даже на вот такой вот несущественной горке. Но заметьте, я до сих пор остаюсь живым. И меня не смогли полноценно полностью разобрать. Давайте посмотрим, куда меня пробивали. Пробивали меня в переднюю планку, в передний бронелист. А так, по большому счету, больше-то никуда и не били. Не знаю, мне нравится, ребят. Сейчас зайдем обязательно еще в одну катку. Попытаемся сделать чего-то большего. В меня на данной машине довольно часто попадаются такие бои, в которых я делаю по 2-3 фрага. Получаю массу удовольствия, огромное количество позитивных эмоций, чего искренне и всем желаю. Не то, чтобы я вас агитировал тратить свои 6 долларов на приобретение комплекта из двух машин. Просто констатирую факт, что действительно эта машина на своем уровне, если рассматривать конкретно весь уровень, действительно очень фановая и веселая. Как видите, я недалеко отпал по уровню урона от второго-третьего места. И на Су-76И занимать первое-второе место в команде по урону, как правило, не составляет абсолютно никакого труда. Главное помнить о том, что два основных косяка по вашей машине – это угол склонения орудия вниз и время перезарядки. Соответственно, к вот этому вот времени перезарядки вам придется привыкать, потому что те машины, которые есть на третьем уровне, обладают, как правило, существенно более быстрым КД. Ну и, соответственно, в этом отношении вы им уступаете. Если же вы все-таки найдете себе, где нормально по-человечески приткнуться на карте, приблизительно так и так на средних дистанциях от ваших врагов, то цены вам не будет, потому что на таких дистанциях, а уж тем более на дальних дистанциях, разбирать вас будет крайне сложно, выцелить вас в серые зоны будет крайне дискомфортно, ну и, как правило, на третьем уровне машины не стоят на месте, а значит, у них, как правило, не будет много времени на то, чтобы прям стоять и выцеливать какую-то серую зону. Ну, покажитесь мне кто-нибудь. Вот она точность, и, как вы видите, на таком расстоянии я попадаю абсолютно спокойно по сопернику. Да, я его не пробиваю, просто потому что не фартануло мне попасть в серую зону. Но, в целом, снаряды летят очень бодро, очень точно. На дальних расстояниях ты практически не ощущаешь времени полета снаряда. Так, ну, стой, вот, блин, ну вот опять вот это вот время перезарядки. Самое такое вот, блин, обидное, что только можно себе на данной машине представить. Так, откатываемся. Поехали, повоюем. Хочется все-таки тыкнуть кому-нибудь дополнительных тычек, пару штук, так, чтобы неповадно было. Урон в 155 на машинах с запасом прочности от 400 до 500, там, 500 с копейками, это действительно существенно. Очень обидно, что на третьем уровне нет ускорения перезарядки. Вот, если можно было бы КД себе делать меньше, ну, было бы куда приятнее, куда интереснее. Убежал товарищ. Ладно, поехали. Круизера будем разбирать на запчасти. Вот вам раз не пробите, второй раз пробил, но, в целом, не суть страшно. Давай, 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 родной, перезаряжайся. Мне надо забрать этого товарища для того, чтобы показать, насколько ты хорош. Потому что на слово-то ГСНу могут и не поверить. Ну, а глазам своим, надеюсь, верить будут гораздо сильнее. Если говорить лично за меня и за мое субъективное мнение, то не считая Т-82, которого я люблю просто по определению, как крайне редкую коллекционную машину, в прямом смысле коллекционную, а не те, которые периодически появляются на продаже, то Су-76, и она действительно является моим фаворитом. Я просто обожаю данный аппарат. Если мне хочется повеселиться именно на ПТшках, то, как так, то я захожу именно на ней и получаю от нее, ну, прям максимум, максимум удовольствия, какое только можно себе представить. Хочу догнать этого товарища. Блин, он меня немного раздражает. Не хватает углов склонения, как видите, но когда ты едешь прямо на врага, он тебя боится и ничего с этим сделать не может. Броня все-таки на данной сушке решает все. И, господи, как бы хотелось, чтобы все-таки быстрее было время перезарядки. Ну, ладно, какая есть, такая есть. Из песни слов не выбросишь, и всегда должно быть хоть что-нибудь горькое и кислое в огромном тортике, сладеньком и красивом. 1084 нанесенного урона я сделал, сколько там, 2 фрага, если я не ошибаюсь. Да, 2 фрага. Что касается результативности по фарму, то за вот такую вот победу целых 24,5 тысячи серебром с учетом према. И я считаю, что для третьего уровня это вполне нормально. Это все-таки тройка, это не восьмерка и даже не семерка. Что у нас по результатам по бою? Я занял гордое первое место с существенным отрывом от всей команды. Достойно ли Су-76И, чтобы ее выкатывали из ангара? Да, достойно. Продавать или нет, если она у вас есть или появится, выбор за вами. Мое дело показать машину такой, какая она есть на самом деле. И я не перестану утверждать, что жизнь царит не только на 8 и 10 левелах. И, ребят, давайте все-таки будем снимать ограничения, которые нам навешиваются кем-то. Смотрите на жизнь шире, а на танки смотрите еще и с фаном. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok